Самые смелые, ловкие и отважные старшеклассники собрались в спортзале школы номер 27. Там прошла олимпиада по ОБЖ, основам безопасности жизнедеятельности. Это муниципальный этап. Ребята боролись за выход на следующий уровень. Областные и всероссийские соревнования. Какие результаты показали химчане, расскажет Алексей Житких. Спортзал 27-й школы на время превратился в лесную зону. Здесь нужно преодолеть полосу препятствий, а в конце быстро сориентироваться и сделать выстрел из автомата Калашникова. Конечно, не настоящий. Следующее испытание – виртуальное болото. Ребятам необходимо быстро перепрыгнуть с кочки на кочку. С этим заданием справились все. А вот спасти утопающего, то есть точно бросить специальную веревку, удалось не всем. Конец веревки словно заколдованный падал мимо размеченного квадрата в центре зала. Вот эта вот, если бы у нее был утяжелитель на конце, она бы нормально летела. Но она легкая. То есть это все равно, что просто веревка с оранжевым чехлом. То есть оно не летит. И из-за этого это трудно. Мы прошли уже противогазы. Было достаточно легко. Но все же мы допустили некоторые ошибки. Я прошла узлы. Все связала без ошибок, слава богу. Потом я прошла противогаз. Было легко, но были ошибки в конце. Да, такие глупые, немножко обидные. Приступить. За минуту разбирать и собирать знаменитый АК-47 должен уметь каждый мужчина. А стреляли из него с помощью имитации автомата в электронном тире. Техника тут же выдавала точный результат. Его размеры, вес, усилие на спецкой крючок аналогично настоящему автомату. И ребята учатся стрелять из такого стрелькового тренажера, где им сам компьютер тренажера подсказывает, как правильно прицеливаться, как спускать курок и как правильно вести стрельбу. На этом этапе оценивали выступления школьников не только учителя ОБЖ, но и сотрудники МЧС и представители Химкинского отделения Союза десантников России. Здесь все по-серьезному, говорят судьи соревнований. Такие навыки могут пригодиться как в армии, так и в жизни. Есть определенная система баллов. Вот на этом, например, участке. Здесь всего две попытки. Человек в первой попытке попал, получил 30 баллов. Не попал, ноль. Сорвался с кочки. В реальной ситуации это значит попал в болотину, либо намок, либо утонул. Для 11 класса это уже основа военной подготовки, преодоление участка, то есть под огнем противника. Всего в соревнованиях приняли участие 70 старшеклассников, и только 10 из них попадут в следующий этап – областной, а уже потом, возможно, на Всероссийскую Олимпиаду по ОБЖ. Алексей Житких, Ирина Веремеенко, Виктор Федотов. Служба новостей. Продолжение следует...